Эй, убирайте малявки отсюда, здесь вам не место. И не смотрите это, если вы настолько обидчивые. Ха, приятного просмотра. Ты куда ушел так рано, Максик? Да так, никуда. А по-моему, ты ходил жрать бургеры и не поделился с нами. Как мне все это надоело, уже сам пожрать не могу. Мяам, я хочу жрать. Ах ты, паршивый свин, больше никакого фастфуда. А мы с тобой, Пэн, сейчас пойдем завтракать. Ура! Ах, ну и ладно. Надо отвлечься от еды. Вроде Димас мне рекомендовал фильм «Свадебная ваза». Надо глянуть. Фильм ничуть не помог мне забыть о бургерах. Все, если бургеров не будет через два дня, я звоню в службу опеки. Что тебе нужно? Мать отказывается меня кормить, и я пришел к тебе за помощью. Ну, конечно, ведь просто так ты ко мне не заходишь, Свинтус. Возьми немного хлеба, он бездрожжевой. И все. Если не перестанешь жрать, как свинья, то будешь больным. Ох, наверное, ужасно жить с язвой. Это хуже, чем ты думаешь. Я каждый месяц хожу к врачу. Постоянно принимаю противные лекарства во время и после еды. И я не могу есть ничего из того, что ты ешь. Однажды я слег в больницу с кровотечением в желудке после того, как обожрался. Как я устал от этого. Уходи, Макс. Мяам, почему ты разлилась на Максика? Я просто не хочу, чтобы мой сын был жаденый. Ох, но у нас и так много бургеров. Ты не злися на Макса. Я подумаю об этом. Мама, знаешь, сынок, давай не будем ссориться. Вот тебе Биг Тейсти. Спасибо, мама. В следующий раз я тоже принесу бургеры вам. Хорошо. Мяам. Ой, Памела зовет. Ну, я пойду, сынок. Что-то после рассказов пергоната аппетит пропал. Все-таки, если не знать меры, ничего хорошего из этого не выйдет. Доброе утро, дядя. Ах, ты уже проснулся. Доброе утро, дорогая. И тебе того же. Стоп, что это за письмо у тебя в руке? Твоя мама писала. Тут еще есть деньги для нас. Здорово, да? Не напоминай мне про нее. А деньги, что мне положены, отдай, пожалуйста. Ты чего такая кислая? Эти дни, что ли? Эй, не говори так со мной. Просто... Вчера мои друзья увидели твой пропагандистский пост в фейсбуке. У них было много вопросов. Я что, должен переживать из-за того, что что-то не понравилось этим малолеткам? Черт с два. Просто не выкладывай такие посты, хорошо? Я же за тебя переживаю, дурачок. В тюрьму посадить могут. Мне надоели твои вечные бзики. Я пойду, пожалуй. Ну и уходи, идиот. Дорогие Ангелина и Рудольф. Я рада, что спустя столько лет я смогла вам написать. Многое таки произошло за эти годы, но об этом я предпочту умолчать. Из Канзаса я переехала в Лас-Вегас и живу тут в достатке. Проезжайте ко мне, мои дорогие. Очень по вам скучаю. Руни Скал. Обратный адрес указан. Отлично. Я смогу уехать в Вегас к маме. Тогда дядя Рудольф поймет, какую племянницу он потерял. Я буду скучать по этому дому. Помню, как однажды случайно заперла тут Милу, Савву и Макса в подвале на три дня. А еще мы с дядей тут устраивали Энэстусу с его бритоголовыми друзьями. А потом мы тут в этой гостиной первый раз. Ангелина. Рудольф. Эти цветы для тебя. Я их точно не срезал у соседей. Сам купил. О, дядя, это так мило. Я просто переживаю за твою политическую деятельность. Но я тебя поддерживаю в этом. Правда? Не надо лишних слов. Стоп, это чемодан. Я это, решила устроить нам романтический тур по Париже. Какой Париж, е-мое. У нас в Техасе после дождей и так Мальдива не иначе. Чуть не уплыл, пока за цветами ходил. Ха, очаровательно. Тебе не стоит быть такой укульсивной, Ангелина. Определенно не стоит. А что ты говорила про первый раз? Ну ты, как всегда. Фигурка на день рождения Савы почти готова. Только коричневая краска закончилась. У меня вроде еще где-то была. Пойду поищу. Мила, Мила. Стоп, где Мила? Она тут какую-то игрушку делает? Вау, какая прикольная. Уверен, Мила не будет против, если я с ней немного поиграю. Блин, она только покрасивает игрушку. Мои руки в краске. Ой. Тимур, что ты тут? Ты сломал мою фигурку? Я случайно. Прости. Я же сто раз говорила не трогать мои вещи. Но я просто хотел посмотреть. Она классно выглядела. Как ты ее тогда сломал? Не ругай меня. Зачем нужно было... Ладно, Тимур, не плачь. Мила, почему Тимур плачет? Он сломал мою фигурку. Это подарок Сави на его день рождения. Почему ты не убрала ее? Ты же знаешь, что Тимур еще маленький и все ломает. Но Тимуру уже шесть лет. Он скоро в школу пойдет. Он пойдет в школу только через два года. И к этому времени уже всему научится. Почему я всегда должна все прятать от него? Я просто отошла за краской в это время. Все, прекрати огрызаться. Я не хочу это даже слушать. В следующий раз убирай свои вещи от Тимура. Извини. Как всегда. Дорогой, куда ты уходишь так поздно? Я договорился с другом сегодня встретиться в баре. Почему ты меня заранее не предупредил? Я говорила тебе на прошлой неделе об этом. Не помню такого. Ты просто забыла. Все, я пошел. Не хочу опаздывать. Куда ты убегаешь? Мы еще не решили вопрос с твоим уходом. Обсудим это потом. У меня нет времени на болтовню. Хей, давай послушаем музыку сегодня. Ну, давай. Только дай мне доделать биологию. Хорошо. Только давай побыстрее. Привет, сынок. Что делаешь? Я делаю уроки, мам. Ну, и умница. Делай. Савва, иди сюда. Да что такое? Папа, куда ты уходишь? Ну, я ухожу на работу. Но сейчас уже почти 11 часов вечера. Ну, я ухожу по делам. По каким? В бар... Барбершоп. Ах, хорошо. Да, стал уходить. Дорогой уже ушел? Да, он ушел. Надеюсь, он придет не в 3 часа ночи. Хлоя, я уже сделала уроки. Давай слушать музыку. Что так долго? Ну, давай. Хотя, дай у мамы спрошу. Сейчас же поздно. Мама сказала, что можно. Но только тихо. Хорошо. Что вы тут шумите? Задолбали, ничего не делаете. Только тут и развлекаетесь. Мам, но мы делали уроки все это время. Сделайте тише. Нам не нужны проблемы. Ладно. Давай тогда поиграем. Давай в Пеппу. Нет. Она лютое говно. Давай поиграем в симулятор свиданий. Хэй-хэй-хэй. Привет. Ох, привет. Я не опоздал? Нет. Эй, чего ты такой грустный? Жена опять скандалит. А что так? Утверждает, что я не говорю ей про встречу с тобой в баре. Я хорошо помню, что все я говорил. Забудь про это. У нас все-таки получилось собраться. Давай выпьем, наконец. Думаю, ты прав. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok